Добрый день, уважаемые коллеги! Это обзор рынков компании Техминусами. Я, Артур Идиатуллин. Главный вопрос, который сейчас, наверное, волнует нефтяные рынки, участников нефтяного рынка, это как быстро ценовая война между Соловской Аравией и Россией приведет к очистке мирового предложения нефти от наиболее нерентабельных производителей, то есть вытеснит наиболее слабых участников. Сейчас ответить сложно, но перспективы есть для этого солидные. По расчетам норвежского агентства RISTE от NRG, всего четыре исландцевые компании США, прибыльные при ценных наблюдаемых после облава понедельник, я напомню, тогда цены сорвались вниз, потеряв 30%, затем незначительно скорректировали, сейчас находятся на уровне чуть выше 33 долларов за баррель, я говорю про VTI. Остальным сланцевым компаниям придется финансировать операционные деятельности за счет наращивания долга, что лишь может затягивать удавку на их шею, ведь растущие расходы на обслуживание долга, последующие будут повышать теоретическую рентабельную цену барреля, это, соответственно, будет оттягивать момент перехода в зону прибыльности, и что будет отпугивать инвесторов, которые будут требовать все большую доходность по облигациям, которые предлагают, которые размещают сланцевые компании. Обровые вышки компании ExxonMobil, Accidental Petroleum Corporation и Crown Quest Operating, они все работают в Аперовском бассейне, здесь они отмечены тремя первыми столбиками, их добыча прибыльна при ценах в 31 доллара за баррель, для остальных сланцевых компаний, а их число превышает 100, нынешние цены, то есть 33 доллара за баррель, они убыточные, и сланцевая добыча, как известно, она характеризуется быстрым истощением месторождений, что подразумевает колебания в добыче, если компания не будет своевременно вкладываться в разработку новых, источником инвестиций при этом может быть нераспределенная прибыль, либо средства, привлекаемые через размещение облигаций, акций, через продажу активов, ну это стандартная теория корпоративных финансов, и нестабильность этой добычи, о которой мы говорим, она хорошо видна, если посмотреть на изменение динамики добычи сланцевой нефти в США, в ответ на резкое снижение цены в конце 2017 года, тогда VTI потерял, упал с 76 долларов до 43 долларов за баррель, а если сланцевый производитель не захарчировал свою будущую добычу, то есть не продал фьючерсы на будущую добычу, на будущую поставку нефти, то падение, наблюдаемое падение спот цены, да, о котором мы сейчас говорим, оно должно затормозить, как обычно, вперед смотрящие инвестиции в разработку месторождения, так как прогноз цен, да, ухудшается, и должны затормозить инвестиции, как с нераспределенной прибыли, так и через привлечение долгового финансирования или через размещение акций, и это действительно произошло в четвертом квартале 2017 года и в первом квартале 2019 года, когда объемы размещения облигаций и акций компаниями, которые заняты в разработке месторождения и добыче, то есть сланцевой компанией в США, после того, как цена на нефть упала с 76 до 43 долларов за баррель, и затем последовало в данных вот такая реакция, которую мы наблюдаем, размещение как облигаций, так и акций, которые как раз-таки выступали источниками финансирования инвестиций новых месторождений, они сильно упали, и это должно было, соответственно, выразиться в последующем замедлении темпов роста добычи, должно было привести к ослаблению темпов роста добычи в США, действительно, если мы посмотрим на то, как изменялась добыча в США, она в начале 2019 года вышла на плату и находилась здесь некоторое время. Если мы говорим о том, почему сланцевый производитель тогда не хеджировал добычу, чтобы обеспечить себе будущую фиксированную цену по своей будущей добыче, то для этого также есть хорошее объяснение, это тогдашняя сильная бэквардация на рынке, когда было как раз-таки выгодно продавать цену на спот рынке, и было менее выгодно продавать нефть через фьючерсы. Сейчас убыточность добычи нынешних цен для подавляющего большинства сланцевых фирм, бегство в качество инвесторов на рынке фиксированной доходности обусловляет высокую вероятность того, что разработка новых месторожений также сильно замедлится в ответ на примерно похожее резкое снижение цены на нефть, и это должно постепенно балансировать последствия ценовой войны между ОПЕК и Россией. Единственным препятствием к этому остается тот факт, что на этот раз фьючерсная кривая цен была более благоприятна, рынок находился в состоянии контэнго, и поэтому сланцевые производители, они заходжировали добычу, то есть обеспечили фиксированную цену по своим будущим поставкам, по своей будущей добыче, поэтому реакция производства добычи нефти в США в общем выражении она не будет немедленно, она будет постепенной, и поэтому чуть позже можно ожидать, что добыча в США выйдет на плато, и затем начнет снижаться, что будет компенсировать повышение добычи со стороны ОПЕК и России. На сегодня на все, спасибо за ваше внимание, увидимся с вами в пятницу.